Совсем недавно в Рязани впервые отметили День соседей. Это новый и современный праздник, который символизирует добрые и вечные ценности – добрососедство, отзывчивости и внимательного отношения соседей друг к другу. Ведь благодаря им удается решать много вопросов по месту жительства. Но нередко дружба между домами может быть испорчена простым недопониманием или нежеланием прислушиваться к мнению соседа. На протяжении долгих лет несколько домов по улице Затиной, а именно номер 36, 38, корпус 1, а также номер 3 по улице Свободы, были объединены одним ТСЖ. Совсем недавно дом номер 3, что на Свободе, отделился и перешёл к жилищному кооперативу КАМА. Камнем преткновения стала площадка для мусора. Ранее на протяжении 40 лет все три дома пользовались единой контейнерной площадкой. Несколько дней назад новая управляющая компания определила собственное место для выброса мусора – прямо напротив уже существующей – и вплотную к проезду во двор. Тем самым, как считают жители, ухудшив условия территории соседних домов. Это что такое, будет у нас тут так болото, вот сейчас эти дожди пойдут, и это мусорка навалит, и тем более поставят им один контейнер, нам три не хватает, а потому что несут этот мусор и с ёлок-палок, и из галереи, отовсюду. Поэтому тут будем плавать, а потом действительно, рядом детская площадка, ветер и всё туда. Это вообще, кто только придумал, это нарочно не придумать. Как нам сообщила председатель совета дома номер 36 и 38 корпус 1, она пыталась решить вопрос начальникам нового ТСЖ и просила поставить выделенный контейнер в общую линию с остальными. До сих пор никаких действий со стороны управляющей компании не последовало. Я тут же разговаривала с председателем строительной компании, которая обслуживает ТСЖ Камма. Он мне сказал, что всё решено, и как мы решили, мы подписывали, списки собирали в доме. Это наше право. Нам связаться с управляющей компанией Каммы не удалось, так как по нескольким указанным телефонам либо не отвечают, либо абонент занят. Вполне предсказуемая ситуация. А вот самих жителей дома номер 3 волнует совсем другой вопрос. Они всерьёз обеспокоены тем, что из-за особенностей расположения домов вода после сильного дождя собирается возле их детской площадки. В десятилетии тут всё было уже отработано. Когда-то кто-то над этим думал. И сделано так, что вода идёт вот так, обходит, и там за домом выходит. И наклон, как видите, в эту сторону. Тут всё продумано было. И там, в эту сторону. Ну, то есть, ни дома это не мешало, никому не мешало. Ну, а сейчас вот, вот здесь вот занижено этот отрезок. И вода идёт не так, как в десятилетии шла, а идёт на площадку, на детскую. Когда ливень, её заливает, и несколько дней вода там стоит. И детишки играть не могут, и так далее. Но это же не всё. Поскольку она идёт, выхода у неё нет, вон там провал образовался. Ну, приблизительно, как на площадь Победы. И всё же, возвращаясь к теме соседства. Не стоит забывать, что какие бы проблемы не вставали на пути у дружного сплочённого коллектива, нерешаемыми они никогда не будут. Субтитры создавал DimaTorzok